Собственно, вот и настал тот момент, когда я могу с уверенностью сказать, что Пульс от Mail платит деньги, по крайней мере мне заплатил. У меня там в личном кабинете на счету лежало чуть больше 100 тысяч, получилось вывести только 87, но обо всем по порядку. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. Собственно, что площадка Пульс от Mail будет платить деньги авторам, которые на ней пишут, у меня сомнений особо и не было. Почему? Ну потому что Пульс он от Mail, а Mail это у нас не шарашкина контора, то есть такие гиганты, как Яндекс.Зен, Mail, YouTube, тот же вернее Google, они все-таки серьезные компании. Это все же вам не казино, всякие каперы, раскрутки счета и подобное, дребедень, в которые ввязываться вообще не стоит. Ну правда, многие в комментариях высказывали сомнения, что якобы Mail не успеет раскрутиться, Дзен его там сожрет, ничего не получится, все развалится, деньги так и останутся на счетах мертвым грузом. Когда я говорил, что деньги еще и вывести нельзя, многие говорили, ну вот подтверждение, то есть так и не получится их вывести никогда, но нет. На самом деле, возможность эта в полную меру еще пока не работает. Ну то есть не все авторы, которые там сейчас пишут, не могут вывести деньги. Как вы знаете, если я не ошибаюсь, там от 5000 работает вывод, то есть если вы меньше заработали, то вывести нельзя. Но даже если вы заработали больше, но у вас пока еще небольшая сумма, то вас пока не включают вот в эту тестовую возможность, то есть на данный момент вот у меня был более-менее стабильный большой заработок, и поэтому мне дали протестировать данную функцию. Так вот, показать подробно, как это все работает со всеми нюансами я не могу, потому что возможность эта тестовая на данный момент, ее демонстрировать для широкой публики со всеми нюансами пока что нельзя. Ну и ладно, но я в общих чертах в принципе могу рассказать. Итак, почему 87, а не все 100? Потому что это за первый период, а за следующий месяц просто еще они начислятся потом. То есть эти деньги никуда не делись, они так и остались на моем счете, они просто выведутся в следующем месяце. Из того, что я сейчас сказал, следует, что выводить деньги, когда вам взблагорассудится, не получится. Ну, по крайней мере, на данный момент это невозможно. Но это все факты общеизвестные, и для многих, наверное, открытием не стали. Но давайте перейдем к самому интересному. Начисляется ли вся сумма, вычитается ли налог, то есть меня этот вопрос очень сильно беспокоил. И тут можно сказать, что все намного проще, чем могло бы показаться. Деньги мне пришли на банковскую карту, никаких you money, pulse money, чего-то подобного не требуется. То есть обычная банковская карта, которая вот у всех абсолютно есть. Пришли они в полном объеме, но налог нужно платить самостоятельно. Для тех, кто сейчас подумал, ааа, мне будут приходить, а я не буду платить, ничего подобного, придется платить. Никуда вы от этого не денетесь, сейчас даже YouTube озаботился тем, чтобы налоги платили все. В противном случае, у вас та же самая налоговая нахлобучит, и будете платить еще и штрафы вместе с налогом. Ну, про то, какой налог начисляется для самозанятых, наверное, все уже знают. Ну, по крайней мере, все, кто пишут на Яндекс.Зене, те, кто пишут на Пульсе, те, кто снимают ролики на YouTube, хотя на YouTube, я знаю, многие мухлюют и не платят налоги. И поэтому, а может и не поэтому, многие авторы на YouTube сейчас увидели письмо счастья, так сказать, у себя на почте, что так и так нужно будет заполнить налоговые документы, которые не российские, а которые вот из США. Но YouTube бог бы с ним. О нем мы поговорим в следующих роликах, а сейчас опять же о Пульсе. Пульс, допустим, вот у меня 100 тысяч, которые я заработал. Как известно, налог на самозанятого 6%. Это значит, что 100-100 тысяч я заплачу 6 тысяч рублей. Ну, вроде немаленькая сумма, но тем не менее. Если смотреть стандартный налог, который вот был раньше, не для самозанятого, а обычный, вот как был на Яндекс.Зене в начале, когда самозанятых еще не было, там вычитали около 40%, если я не ошибаюсь. Ну, то есть, допустим, со 100 тысяч пришлось бы заплатить около 40 тысяч. Безумно огромные деньги. 6 тысяч, 40 тысяч. Ну, понятное дело, что 40% это с отчислениями в пенсионный фонд. Если их убрать, то там около 20 получается. Там еще какие-то мелкие налоги. Ну, подоходный налог у нас вроде, если я не ошибаюсь, около 13%. В любом случае, даже 13 тысяч. Если бы чисто вот этот налог взять, то получится вот довольно большая сумма. В два раза выше, чем она сейчас является для самозанятых. В конечном итоге я призываю всех работать честно, зарегистрироваться самозанятыми, платить этот налог. Я вот даже платил налог, который мне приходил как самозанятому с Ютуба. Хотя меня никто не заставлял, но я понимал, что вот лучше я с самого начала буду делать все прозрачно, открыто, честно, и ко мне потом никаких вопросов не будет. Что касается заработка на пульсе вообще, как я уже вам показывал, иногда получалось там заработать по 3 600 в день. Сейчас доход очень сильно снизился, ну не очень сильно снизился. После праздников, о которых я рассказывал, почему упал доход, в подсказках прикреплю этот ролик, посмотрите. Так вот, после них он сперва опять возрос до 3 тысяч в день, а потом опять стал снижаться. Сейчас до 2 тысяч упал, и вот выходные, тысяча в день где-то приходит. Я думаю, после выходных опять вернется на прежние показатели, около 2 тысяч в день будет приходить. Ну вот эта статистика, если посмотреть, вот здесь у меня было 3 600, аж в день приходило 3 тысячи. Вот снижение некоторое наблюдалось, когда были праздники. А после праздников сперва возросло, то есть до 3 тысяч, потом стало снижаться до 2 тысяч, и потом вот выходные. Ну как я говорил, на выходных всегда какое-то небольшое такое падение. И вот после выходных посмотрим, что из этого получится. Но в данном случае я думаю, что дело не только в выходных, потому что авторы получают инвайты, кому-то эти инвайты дают, каналов становится все больше, авторы заводят новые каналы. В результате там вот эти вот, не знаю, раньше кому-то приходило 10 тысяч, допустим, в день, и тогда этот автор был один на данную тематику, и ему все эти 10 тысяч капали на кошелек. Сейчас, допустим, 5 авторов появилось на ту же самую тему, и всем им приходит по 2 тысячи в день. Ну вот такая вот, скажем так, конкуренция. Кому-то может чуть больше, кому-то может чуть меньше, но тем не менее, я думаю, вот этот вот небольшое падение доходов, или небольшое падение доходов, не знаю у кого как, оно связано как раз с тем, что конкуренция возрастает, и будет больше еще авторов на пульсе от Mail. Ну это чисто мое предположение, но на самом деле не только мое. Многие в комментариях пишут, что это на начальном этапе и на Дзене так было, что многие авторы зарабатывали нормальные такие деньги, а потом появилось много других авторов, и все эти деньги там стали распределяться между ними. Не знаю, посмотрим, тут надо как бы посмотреть. На данный момент мне пульс от Mail довольно сильно нравится, и это связано не только с тем, что он мне платит деньги, не только с тем, что он там дал вывести мне эти деньги, нет, там довольно удобные редакторы, во-первых. Я не скажу, что на Яндекс.Дзене он ужасный, но меня на Яндекс.Дзене в последнее время бесит одна вещь. Они взяли и убрали из цитирования возможность прикреплять источник. Когда я написал в техподдержку, с чем это связано, они сказали, что все источники вы можете прикрепить в конце статьи. Так блин, не хочу я в конце статьи эти источники прикреплять, сделайте как было уже. Ссылки ладно, ссылок на пульсе там в источнике, в указание источника нельзя вставлять. Это, ну, пускай так. Но на пульсе в статье, когда вы вставляете цитату, у вас прям отдельный пункт есть для указания источника. На Дзене вы можете вставить цитату, но прикрепляйте, говорят, в конце в самом эти источники список использованной литературы. Типа, я чё, диссертацию, что ли, пишу или дипломную работу? В результате я всё равно в своих статьях на Дзене ставлю эту цитату, просто в скобочках в конце ставлю источник. Такой-то, такой-то. Ну и стоило оно того, если я ничего не стал менять. Просто вот вы сделали это неудобно и некрасиво. У меня прям бомбится этого изменения, а на пульсе я захожу, красота, вставляю цитату, вставляю источник, пишу дальше текст. И когда я это делаю, никаких глюков особо не возникает. На Дзене глюки периодически случаются. То есть, допустим, я вставляю картинку, если случайно бэкспейс нажал, картинка исчезла. Или там, начиная в мобильном приложении заполнять вот это вот описание картинки, оно бах, на середине строки в текст переносится. Ну что такое? Это всё не критично, но довольно неприятно. А особенно неприятно было, когда ты начинаешь статью, допустим, на компе, продолжаешь её на мобильном приложении, совсем недавно было, а потом у тебя статья пропадает, потому что ты её редактировал и там, и тут. И тебе говорят, ну, лучше заново напишите статью. Как я её заново напишу? Я на неё, допустим, много времени выложил в неё и там работал над ней, а тут бах, она просто пропала. В общем, такие очень неприятные мелочи, которые портят иногда впечатление. На пульсе на данный момент нет мобильного приложения, то есть оно есть, оно тестируется. В тестирование я не попал, поэтому ничего рассказать о нём не могу, как оно работает, что там происходит. Возможно, это даже закрытые информации мне бы не дали о ней рассказать. Ну, посмотрим. Когда оно появится, можно будет сравнить и говорить, вот это лучше, это хуже, а пока его нет. Ну, как бы нельзя сказать, что у Дзена хуже или у Пульса лучше. Но на данный момент по удобству редактора и количеству возникающих ошибок в этом редакторе, на мой субъективный взгляд, Пульс как-то поудобнее и как-то подружелюбнее. Абсолютно то же самое я могу сказать и про техническую поддержку, которая не говорит, так решил алгоритм. На этот счёт я у Дзена фоба совсем недавно статью интересную читал. Там что говорилось? Что как только появился Пульс, Яндекс Дзен не стал доброжелательнее к авторам, а стал ещё сильнее их там гнобить. Почему это произошло? Потому что, по мнению автора на этом блоге Дзена Фоб, работники вовсе не думают о том, как перегнать своего конкурента Пульс от Мэйл, а наоборот думают, о, появилась новая площадка Пульс от Мэйл, если меня уволят с Яндекс Дзена, пойду работать туда. Но я надеюсь, что если они планируют туда прийти и также отвечать, так решил алгоритм, их туда на работу не возьмут. Ну, либо им придётся пересмотреть свою концепцию общения с авторами. Ну, это я уже немного отошёл от темы вывода средств с площадки Мэйл от Пульс, но там и информации было не так много. Ну, то есть, да, деньги возможно вывести, да, они приходят, да, реально существуют, приходят на карту, с них придётся заплатить налоги, вот, выводить можно там в определённый период времени. Про то, как это происходит, я пока рассказать не могу, потому что возможность тестовая, вот. Ну, как только она заработает для всех в полном объёме, вы сами всё посмотрите, потрогаете, увидите. Ну, по крайней мере, те, кто сейчас уже есть на Пульсе от Мэйл и те, кто там сейчас зарабатывают. Ну, собственно, вот она первая выплата 9 марта, получается 9 марта двойной праздник. Ну, знаете, шутку, что с праздником нас мужики с 9 марта, вот, наверное, не смешно. Ну, тем не менее, вот 87 тысяч пришло 9 марта, сейчас на балансе у меня 29 406 рублей, 45 копеек. Ну, конечно, здесь всё заполнено не так, как у меня на Дзене, что постоянные выплаты. Ну, оно и понятно, как бы всего одна выплата, и они намного реже будут происходить, но в большем объёме. Вот. Никакой лишней информации здесь нет, ну, то есть на Дзене, если мы видим здесь номер кошелька, ещё какую-то информацию, здесь вот всё довольно просто. Ну, как бы есть какие-то две вкладки, выплаты и поступления. Вот насчёт поступлений я пока что не знаю, что это вообще такое, остаётся только догадываться. Давайте переключимся. А, ну всё, я понял, это вот на мой личный счёт поступают средства определённые, то есть они не сразу начисляются, а вот, допустим, 2 января было начислено 1809 рублей, потом 2 февраля 21 тысяча и ещё 2 марта 63 тысячи. То есть это поступление как бы на мой личный счёт, а потом уже выплаты, это идут с личного счёта туда вот, уже на мой кошелёк. Ну, эти поступления, тут в принципе всё понятно, это выплаты за рекламу. Пока что суммы довольно неплохие, как оно будет там в дальнейшем, мы ещё посмотрим. Если что-то изменится, я вам обязательно покажу, расскажу. Ну, а у меня на этом всё. Подписывайтесь на мой канал, на Инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok